Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показанное сегодня по забросу. Штрэээбух. Что тут медного? Сколько тут всего медного? Вот это всё медь. Это охлаждение от ноутбуков. Ребятушечки. Помоечка порадовала меня запчастями от ноутбуков. Но это совершенно другая история, ребятки. Всем здравствуйте, с вами расхититель помойки. В этом видео вы узнаете, насколько сильно меня кормит помойка. Если не видели видео, где я ел еду из помойки, посмотрите, она будет вот тут. Ссылочка на всплывающие вот это вот. Ребятушечки, ставьте лукасы за этот контент, потому что вы его заслужили. Видите, как рука трясётся? Это не похмелье, это у меня просто азарт проснулся. Ведь помоечка сильно меня порадовала. Что это такое? Черетия, повергранаты, Ретепл, Арикот, Гринэпл, Перемететея. Что это? Чай такой в порошке? Ребят, там порошок внутри. Это такой чай в виде порошка? Смотрите. Это что такое? Как это может быть чаем? Видимо, это просто разноцветный песок. Или я что-то не понимаю? Да, это реально какой-то типа чай. Наверное, он просроченный. Да, такого я ещё ни разу в жизни не находил, поэтому брать не буду. А вот это уже поинтереснее у Ребетушечки. Смотрите. Это Филлипс. Это волосы убирать на ногах. Целый с блоком питания. Здесь какой-то кристалл фиалок. Жидкое комплексное удобрение. А, это удобрение для фиалок. А что, я это возьму, это купят. Кельвин Клейн. Кто-то в Кельвин Клейне себе что-то покупал. А вот это интересно. Мак. Фирма Мак же дорогая. Ух ты, сколько тут всего. Это всякие тени там вот это вот. Обалдеть, забираю. Неплохо. Так, это что такое? Это вообще скатерть, смотрите, новая упаковки. Или, ну, вроде как на вид новая, да. Вот эту скатерть я возьму, её купят. С вот этой этикеткой прям. Чё тут ещё? Кошелёк. Проверяю наличие денежных средств. Опа! Кэшбэк от помойки. 10 рублей. Это же вообще редкая купюра. Только ей жопа вся разорванная. Даже в банк сдавать её не примут. Обидно, была бы целая, взял бы. А так помойка дарит кэшбэк. Кошелёк, в принципе, норм. Целый его чистать, стирать. На барахолку возьму. Так, чё тут ещё? О, новые ложечки и вилочки. Майфуд. Это мне надо на помоечках хавать. Гарниер. Живительное увлажнение. Ммм. Питательный насыщенный крем. Ну чё, возьму. Опа! Зеркальце, ребята. Оно с увеличением. Зеркало с увеличением. Мэри Кэй. Это типа что-то мелкое на лице убирать. Можно вот сюда вот так прицепить. И ездить, и смотреть на себя. Зеркало я домой заберу. Продавать его не буду. Ребятки. Спонсором этого видео является топовая игра. Raid Shadow Legends. Сам играю в неё и жалею, что не начал раньше. Кто не знал, скажу. Raid Shadow Legends это бесплатная игра, где вы можете стать главным участником своей фэнтези истории. Тут огромное обилие игровых режимов. Графика в игре отменная. Изображение сочное и детализированное. Одна из местных рас дворфы. Их общество разделено на касты. Мастера, ремесленники, знати духовенства. Не так давно демонические силы пытались вторгнуться в королевство дворфов. Дворфы сумели победить дорогой ценой. Их король собрал армию, чтобы выйти на поверхность и объединиться силами света против сил тьмы. Положив конец изоляции своего народа. Эти ребята выглядят действительно круто и разнообразно. Зловещие дворфы, дворяне, колдуны. Можно выбрать любого. Собирать коллекцию увлекательно. Чтобы успешно справляться с испытаниями, героев нужно прокачивать. Худших, например, нужно скармливать крутым. Таким образом переводя героев на новый уровень. В этом месяце рейд только что выпустила огромное обновление роковой башни. Вам предстоит сразиться с двумя огромными новыми боссами. Темная фея Астроникс и бомалом чудовищный. Испытать новый баланс врагов на этажах башни. Заполучить новые наборы артефактов. Если этого недостаточно, весь месяц будет наполнен потрясающими событиями и турнирами. В том числе одним очень особенным событием и совершенно новой функцией. Суперрейды. Суперрейды позволяют удвоить награду и значительно ускорить ваш процесс. Это очень поможет всем новым героям. Так что сейчас лучшее время, чтобы присоединиться к игре. Вот я номер один на помойках. А Raid Shadow Legends номер один в мире онлайн RPG игр. Битвы на арене, в подземелье, турниры. Все это ждет тебя там. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 800 инсталлов. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи по ссылке в описании. Или сканируй QR-код. Качай Raid только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи один древний осколок. 200 тысяч серебра. Бустер опыта. Колбы пополнения энергии. А также крутого эпичного героя Чинору в качестве бонуса. И поторопитесь, ведь бонус будет доступен только лишь следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Всякие вот эти вот присосочки. Пупсини, лупсини вот эти всякие. Вот, можно вот так вот их нацеплять и ездить с ними, пока не отвалятся. Лупсини, пупсини. Помойка дарит всякие приколюхи на присосках. Опа, брелок. Тут коза с деньгами. Это я на ключи прицеплю. Прикольненько. Вот это балдеж у ребитушечки. Козочка-то с деньгами. Может принесет мне сегодня денег на помоечки. Сколько тут этих, блин, штучек на присосках. Я их сейчас все заберу. И попытаюсь все прилепить на мопед. Вот и сюда можно их налепить. Вот это тюнинг, ребятки. Я понимаю, балдеж. Ну согласитесь, круто. Вы бы тоже так сделали, да? Нет. Напишите в комментариях, как называются вот эти вот штучки. Я просто не сшарю. Не знаю. Мне же, блин, уже лет-то много. Красота. Реально прикольно. Ну тут я залутался. Голубьёк кушает хлеб. Не буду его отвлекать. А буду залутывать вот эту помоечку. Вы посмотрите, она сытная. Очень сильно. И надо в неё погружаться, чтобы что-то найти в ней. Тут воняет, а в углу насрано. Но меня это не тревожит. Потому что вот помоечка даёт видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Ну, была она здесь когда-то. Коробка пустая. Хотя бы коробку нашёл. Коробки, кстати, от видеокарт вообще продают некоторые. Вот. Поэтому коробки можно продавать, да. Больше ничего в этой коробке нет. Так, что тут ещё? Может, есть комплектующая железа? Ой. А это кто там? Крыса пробежала, видимо. Так, смотрим. Вот и парень из СДС я покупал, походу, М2 накопитель. Ой, был бы у меня какой-нибудь локатор, чтобы я мог смотреть сквозь пакеты. Это было просто идеально. Мне бы не пришлось даже в помойку залазить. Я бы прям подходил и сканировал бы помоечку и видел бы, есть находки в ней или нет. Ох. Вау. Помойка дарит воздух. Вентилятор детский вот такой, ручной. Его можно и вот так поставить, как бы, и в руку взять, включить. Он даже работает. Но батарейка, видимо, села. Но я его возьму, прикольная штучка. Ого. Картины. Помойка дарит мастя и козыря. Я шлю по картам. Ха-ха-ха. Прохладки были когда-то. О, книги. Кто-то, блин, это все высыпал. Кто тут уже порылся. Ребята, это же игрушка 18+. Это на песю надевается вот это колечко. Да. Что в помойке только не найдешь? Пробнички всяких духов. Короче, надо это все закидывать в эту сумку и полностью ее доставать. Очки Рейбан. Интересно, а Рик или нет? Прикольные. Книги всякие. Что за книги? Джон Крин. Виноваты звезды. Кстати, офигенный фильм, ребят. Смотрел его. Додо книга. Съешь меня, проси меня. Узнаешь, как команде Додо Пиццы удается двигать горы и менять мир. Обалденное. Саморазвитие. Вадим Панов. Костры на алтарях. Анклавы какие-то. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ну, и то надо мне. Селфи-палка. Ну, такое не купят. А вот это можно на медь забрать. Интересная кормилица. Это же поводок. А где от него веревка порвалась? Видимо, из-за этого выкинули. Обидненько. Опа. Что тут? Что тут? Телефон? А не, заколки, кстати, новые. А тут что? Морская соль какая-то. Як пахне. Ребята, там бутылочка какая-то. Жидкостью какой-то. Видимо, эту жидкость надо сюда залить и будет пахнуть. Это духи для дома. Забираю. О, брелочек. Вау, какой прикольный деревянный. Слушайте, а он мне нравится. Икея 75. Номер какой-то. Повешу на ключи. Классный брелок. Вот это лапти. Мохнатые, смотрите. Из какой козы их делали? Дольче Габбана. Это вот это Дольче Габбанжана, ребята. Ну, это паль, скорее всего. Какая нафиг Дольче Габбана? Ну, смотрятся нормально. 39 размер, они целые. И на них написано, что это Дольче Габбана. Но если это реально Дольче Габбана, то, блин, они дорогие пипец. Короче, на продажу возьму. Опа, там кроссовки, пакет с вещами. Ну и что это за кроссовки? Демикс детский, ушатанный в хлам. Так, ну если залез, сейчас разорву помоечку. О, сумка какая-то. Деньги. Ребят, 21 рубль. Кайф. Кайфуй от кешбеков с помоечки. Сука, ребята, влез в арбуз, нога полностью промокла. Курточка. Есть ли тут денежки? Куртка из магазина Остин, размер S. В принципе, целая. Ну, карманы только вот, видите, подушатались. В принципе, взять на продажу можно. Рублей за 300 отлетит на барахолке. О, а это уже заявочка на армию. Видите, армейская куртка. Проверим, деньги есть тут? Нету. Но взять на продажу ее можно. Прикольная, целая, кстати. О, еще вещички. Перчатка, кстати. Неплохая такая. Есть и тут еще одна, вторая. О, а вот и армейские штаны в комплект. И еще одна армейская безрукавка. Почему ее выкинули? Она целая. Дембеляции выкидывают. Опа, там внутри эти шевроны. Вот такой шеврон, ребят. Кто был в армии, тот, наверное, знает, откуда этот шеврон. В какой части, там, я не знаю. И тут шеврон. О, а это что? Нитки? Это запасные, чтобы зашивать куртку. В принципе, комплект в армию готов. Если бы меня в армию бы брали, покупать бы ничего не пришлось. Надеюсь, эта помойка меня сегодня, конечно, порадует. Вот первая коробочка какая-то. И там уже что-то лежит. Какой-то диск, походу, автомобильный. Ну да, вот такой диск. Это можно сдать на металл. Но куда мне его ложить-то? Куда грузить? Мне его, наверное, и не увезти никак. Хотя, ну, так можно. Только я весь скутер поцарапаю. Короче, я подумаю, брать его или нет. Потому что увезти мне его очень сложно будет. О, медный проводок. Сумка какая-то. А в ней что? Медаль. Винер. Смотрите, и звезда. Это на меня. Это я победитель тут на помоечке. Видите? Винер. Это значит победил. А вот игрушка какая-то новогодняя. Светится, походу, должна. Но уже не светится. Ну, такая, блин, добротная. Взять можно на продажу. Перчатки для помоечки нормальные, кстати. Не ушатанные. Прям хлам возьму. О, это же обогревательная. Обогреватель. Или стерилизатор. Супра. Скорее всего, это обогреватель. Который мне в гараже пригодится. Ведь скоро холода. Будет меня помоечка согревать. Видите? Помойка дарит тепло. А еще помойка дарит вот такую огромную книгу. Ребята, обалдеть. Это необычная книга, короче. Легенда Кремля. Смотрите. Книга-то. С этим. Прятать в нее что-то можно. Это книга с нычкой. Ребят, книга для того, чтобы прятать что-то. Я как-то видел в фильмах, знаете, такую книгу достают. Открывают. А там, короче, спрятаны деньги. Там или пистолет. Я ее заберу в гараж и буду в ней хранить. Что такое? Скрытное. Что я бы хотел спрятать. Потому что на вид это реально как книга. Но внутри. Можно спрятать все, что угодно. Помойка дарит, блин, нычки. О, чуть-чуть дезодоранта Adidas. Старкрафт. Официальное руководство. Это что, руководство по игре Старкрафт? Кори, которая всегда меня вдохновляла. Глава, редактор, сценария. Целый мир внутри. Что такое? Это реально по игре? Короче, инструкция по игре Старкрафт. Обалдеть. Это какая-то старая игра. Но у нее, наверное, фанаты есть. И это руководство по игре. Это вот коллекционная штучка, ребят. Это подробные карты есть по этому Старкрафту. Кто из вас играл в Старкрафт, напишите в комментариях. Ну, она, видите, чуть ушатанная. Задняя обложка страницы оторвана. Может, парочку страниц не хватает. Но я думаю, стоит ее взять. Напишите в комментариях, как вы думаете, за сколько мне получится ее продать. О, медный провод валяется. А, это не провод. Это залупный фен самый дешевый. Возможно, даже рабочий. На вид он, кстати, как новый. О, йогурт запечатанный у ребятки забираю. Что по сроку годности до 23-го, 0-7-го. Просроченный, брать не буду. Можно просраться. Но запечатанный полностью оставлю бомжам. Здорово. Все, подписчики? Кайф. О, шмотки. Беру шмотки, ребятки. Опа, вынос с хаты. Обувь всякая. А, это ботинки, вакуумные наушники. О, латунь. Шланги новые для крана. О, еще латунь. Латуневый смеситель. Фотки, 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 фотки. Пока я на полмойке. Где узнали? В тиктоке? Да. Так и знал. Кстати, ребятки, мой тикток будет в описании. Залетайте, подписывайтесь. У ребятушки. Колесо я это брать не буду. Потому что мне его грузить некуда. Оставлю дворникам. Вот кину туда, к их макулатуре. Они же металл собирают. О, медный провод. Кайф. Кто это там едет? Оу, майк, вери был. Вот это мощь подъехала. А так, норм, медный проводок. Как у тебя дела? Норм. На барахолке. На барахолке был? На сколько продал вещей с помоечки? Ну, сумма общая какая? Три тысячи. Три тысячи рублей? О, жесть. Видите, ребятки, продажи барахла с помоечки. Что-то не идут нормально. На рынке вот. Вот Дима был на рынке и продал на три тысячи рублей. Это что такое? Это хвост ворона. Это вороний хвост? Ребят, вы хоть видели раз такие хвосты? Я вот первый раз вижу. Но это жесть какая-то. Это можно вместо веера использовать. Не знаю, это когда ведь помойка обувает. Обувает? Что там за лапти? Фирма какая. Залупа какая-то с рынка. Ребятушечки, вот еще один лапоть. Гует-эдэ-гует. Гуд-гудудует. А что за фирма? Какой размер? Ну, он такой броневой. 44-й, кстати. Ржавый такой ботинок. Для помоечки вроде кайф. Надо второй найти. А вот и второй. Это деду, ребятки. То есть, мне. Мне для помойки. Обалденные. Хоть час обувай. Такие броневые. Оу, май гвари был. Что там, Дима? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Ой, вейп. Вот, ребят. В этой коробке Дима нашел вот такой вот лоджик. С картриджами сменными. И вторую одноразочку. Вот такую вот. Как капец максимальная. HQD. Так, ну я залазил, в общем, в эту помоечку. О-о-о-о. Улетел, ребят. Так, что тут у нас? О, это швабра с опрыскивателем. Смотрите, она пшикает. Видите? Прикольная реально швабра. Я бы ее бы домой забрал, блин. А ну отложи. Может, для дома мне не надо. Фу, тут говнами воняет. Вот прикольная швабра. Обалденная вот эта швабра. Удобно всякие тряпки зажимать. И швабрить, короче, полы мыть. Вот это тоже мне не надо. Она развалилась. Она сломалась, ребята. Она сломалась. Ой. У ребятки фуражечка. Морская. Или какая? Из магазина H&M. Я, кстати, хотел себе такую недавно купить. Для видоса. Но тут как раз Эрке Визит помоечка дала. Кайф. Оу. Какая-то куртка лежит. Что, кожанка? Ой, жопа ей. Посмотрите, ребят. Никогда не покупайте вот такие кожанки с дермантина. Видите, что с ними происходит? О, рюкзачок неплохой. И сюда. О, смотрите. Levin Trevelling Share. Почти целый. Ну, голяк пустой. О, баночка с чем-то. А с чем? Да ладно, ребята. Это же мед. Димон. Смотри, сколько меда. Нормальный мед. Он даже жидкий, не засахаренный, не засохший. Кайфовый мед и пахнет. Очень приятно. Забираем. О, клетка для этих питомцев домашних. Вот эту штучку надо вставить и все, она снимается. Целая клетка. Блин, давай ее заберем. Ее можно продать будет, Димон. Ее продать рублей за 300 можно будет вообще спокойно. Все, пусто. Пустая бомоечка. О, какое эхо. Мау, мау. Ой-ой-ой. Какой арбузец. Иди сюда. Ох, какой тяжелый. Ой. Так он просто треснул, короче, ребят. Он по-любому не гнилой. Он треснул, из-за этого его выкинули. А, он упал. Видите, еще здесь трещина. Короче, он упал. Но это мне не помешает его искусить, потому что я люблю очень арбузы. Вот, сейчас я его вот так вот вскрою. Ох, какой он, наверное, сочненький, балдежный. У меня для этих целей, ребятушечки, были найдены вот такие вот вилочки с помоечки и ложки. Новые абсолютно. Какой сочненький. Он очень сладкий, ребят. Дима, хочешь? Капец, ребят, он обалденный. Я уже жалею, что его домой не забрал. Ох. Будешь? Я не. А я буду. Это второй арбуз в этом году. И самый вкусный, какой я ел в этом году. Дим, как тебе арбузик? Вкусно, очень вкусно. Ребят, только подъехали, а тут пакеты со шмотками. Что там, что там? Это, кстати, мужское вроде. Нормальные такие вещички. Кто-то там орёт что-то. Ну, что там, Димон? Зацени. Есть мужское что-то? А, да это всё женское. Обувь всякая, шлёпки, найк. Надо перебирать. Ну, ты что, вот так вот хочешь это всё забирать? Надо высыпать и, ну, всё самое то, что ценное, купят, набрать. Вот, кепка ЛА. Лас-Вегас там, типа. Это взять можно. Ну, шлёпки тоже нормальные, найк. Сумочка Луи Виттон. Сюда! Сюда! Селлорант. Это Эль Селлорант. Ребят, она вообще целая. Ну, походу, это не Арик. А может и Арик, хрен его знает. Номер есть на сумке. Она как новая, ребят, реально. Я её, наверное, продам. Хотя, может и Паль. Покрашена как-то криво. Ну да, швы какие-то дерьмо. Короче, я Насте хочу её подогнать. Может, ей понравится. Просто она на вид как новая. Чё это? Новая штука. А, это для косметики. Ребят, это топовая тема. Это для косметики. Это не сумка, а просто вот для косметики эта штучка. Органайзер. 999 рублей. С бирочкой, ребят. Вообще новый. Это я своей девушке подарю. И вот эту сумку Эль Селлорант. Оооу, MyGuerrable. Он целый чемодан вообще. Новенький как будто. А, тут ещё ручки нет. И открывать его нет смысла, он пустой. Вот, это кожа вроде бы. Короче, на, брать. Главное, что подошва целая была и все такое. Это кожа. Видишь, соленая выделяет соль. О, курточка. Что за бренд фрик? Она теплая, как будто бы ее с кого-то сняли. Вот такие вот чувствуешь, на горячую. Да, проверяем карманы тогда. Если она теплая. Из кого-то сняли. Бренд фриск. Рваная, ушатанная. Да это бомж, наверное, переоделся и скинул свою старую куртку. О, перчаточка одна. О, еще одна. Почему всегда по одной перчатке нахожусь? Ой, нифига себе. Ребятки. Амстердам пиво в баночке запечатанное. Обалдеть, тут еды выпало. Картошечка хорошая. Картошечка молодая. Пиво просроченное, да похер. Ничего пива не будет. Здесь что? О, Хайникин. Вот это уже интересно. Амстердам Хайникин. В общем, я могу пожарить картошечку. Кайфануть с майонезиком и хлебушком. И еще пивасика накатить, ребятки. Ой, ой, ой. Ребятушечки, ряженка. Ряженка. Новый будильник, пока утром не встанешь, на него ногами будет играть. Ни одной пятки в своей жизни не видел. Если хочешь стать миллионером, просыпайся рано. Чего? Открывай, что за будильник? А, да, да, да. О, топовая тема, обалдеть. Это деду надо было. Тебе надо? Домой? Ребятки, тут две бутылочки ряженки. А это, короче, вы поняли, что это такое? Это такой будильник, который, короче, пока на него ногами не встанешь, он не выключится. Вот такой вот будильник. Опа, ребята, там пылесос. Пылесосик-то, ребятки, Айртрек на 1600 ватт, Самсунг. А ну-ка, ручка вот так достается. Смотрите, капсула, все это есть в нем. Он капсульный. Это, кстати, офигенно, то, что он безмешковой, а все вот в этой капсуле мусор копится. Вот это мы забираем, его рублей за 500 продать получится. О, там, кстати, много вещей. Я полез. Мда, много. Ребята, вы видели такую охоту раз в жизни? Это New Balance, кроссовки, из которых сделали шлепки. Походу, Орик. Кто-то покупал, но в итоге они износили, их обрезали, использовали как шлепанцы. I'm believable. This is Russian technologies. Oh my wearable. О, а это что? О, вот это тема. Это внешний жесткий диск. На 1 терабайт Sea Jade. Вот это уже находочка интересная. Только он весь грязный, мокрый, надо будет разобрать. Проверить жесткий диск на наличие битых секторов. И если их нет, и все с ним нормально, то продать его можно за 1000 рублей вообще спокойно на Авито. Не думал, что в пакете, где найду вот такие шлепа кроссовки, будет вот такой вот жесткий диск. О, семечки и алюминий. Это голубьёком я возьму. Голубей покормлю. Вот сюда вот нацеплю им. И они, по-моему, покушают. Oh my wearable. Мыльнорыльное и кетчуп. И яички, ребятки, яички. Ох, Ох, Рик, о кетчуп томатный, ребят, вообще целый. Только пробка поломана. Есть там кусочек пробки? О, вот это же прикольная тема. Фенечка на руку цеплять. Открываем вот эту крышку. Берём пакетик, два ряда складываем. Накрываем и закручиваем. This is Russian technology, ребятки. Версия 2. Вот Russian technologies. И вот Russian technologies. Oh my stupid mother fucker. Лифчик, ребят, ушатанный. А здесь что? В кормилице подземной. Да туда, если я запрыгну, и они вылезут оттуда, ребятки. Если вот такие помойки будут на районе везде стоять. Всё, плакали мои находки. Тут только придётся рыбачить. Брать удочку и вот так вот как-то поддевать пакеты. И подсекать, и доставать. Вообще, мне не нравятся вот такие помойки. А вот такие вообще кайф. Вот ещё какая кормилица. Тоже одна из моих любимых. О, нифига себе! Ребята, там от машины. Передняя эта панель. Тяжёлая, капец. От Форда, может, какого-то. Я первый раз в руках держу подушку безопасности. Вот она. Вот так вот выглядит, ребят. Обалдеть. Вот стрелянная она. Аэрбэк у ребят. Вот баллон с кислородом. Вот и взорвался. И выстрелил вот этот аэрбэк. Опа. Какие-то лапти. Рибок. Кроссфит. Оу. Мощит. Лапти стоят. Меня ждут. Они, походу, кожаные, ребята. Реально, походу, кожаные. ТФК опто. Это, наверное, ортопедические. О, шмотки. О, адидас. Вот это я понимаю. А не, оно всё дырявое. Ребятки. Ай. О, это же этот. Регулятор. Температуры. Обалденная тема. Вот это возьмём. Ой-ой-ой-ой-ой. Часики. Ну, это с рынка какая-то шляпа. О, бутылочка, термокружка. Там что-то есть. Фу, там какая-то жижа тухлая. Ой-ой-ой. Тут, короче, надувной матрас. В комплекте с этим. С электронасосом. Вот этот чисто один электронасос стоит где-то тысячу рублей на Авито. Опа. О, чё это такое? Акваметр какой-то. Так, ребят, модель называется DC-128 Aquarium Air Pump. А, ну это для аквариума что-то. Помпа. Прикольная тема. Во, рюкзачок целый на продажу пойдёт. Молния застёгивается. Только собачку поменять и всё. О, щит. Сытная кормилица. А, это, кстати, дом из картона можно построить. Вот, смотрите, дома раскраска. Сделано в России. Дом из картона, вот он, короче. Еду в ЦУМ, еду в ЦУМ. Тратить много ЦУМ. ЦУМ тратить. А мне? А мне? А мне? Мы бомжи. Мы бомжи. А откуда камеры? Это нам выдали видеорегистратор. Дворники. Ну, чуть-чуть, да. Что вы ищите? Мы ищем, знаете что? Вот что мы ищем. Вот. Мы ищем чем поживиться, да. Мы же бомжи. Спасибо. Нам надо, да. Мы будем играть. Ой, МНДМС. А где голова-то? Альмагель, это мне не надо. Вот. Ребятки. Россия щедрая душа. И не только Россия щедрая душа. Но и щедрая душа. Это помоечка. Вот тут много крыс, ребятки. О, оп. Чик. Вот же второй сплинтер вылез. О, мясорубка. Ништяк. В комплекте, да. Кайф. Ребят, только пришел сразу мясорубка. О, щит. Караку. Опа. Ребята. Ебать. Уф. Ребятки. Это Керхер. Обалдеть, как я их редко нахожу. Это пылесос, что ли? Это пылесос, ребят, Керхер. СЕ-3001. 1400 ватт. Что он еще там? 10 килограмм весит. Охренеть, вот это фортануло. Так, в комплекте вот эти трубки есть, шланг есть, насадки всякие. Вот такие вот. Оно, он вообще целый. Фу, тут дохляком так воняет. Крыса, что ли, где-то померла. А вот такой, ребятки, пылесосик Керхер. Обалдеть, такой, наверное, 1020 стоит точно. Короче, я не знаю, как им пользоваться, но он моющий, ребятки. Видите? Видите? Вот этот шланг вставляется сюда как-то. И вот шлангочка вот сюда подключается для воды. Помоечка дарит 25 тысяч рублей, наверное. Блин, сколько он там стоит? Ну, бушный, наверное, такой 1010 будет стоить 100%. Ну что, ребят, я в гараже. И пылесос рабочий полностью. Правда, он сосёт как-то хреново. Я думаю, это вот из-за этого. Вот такая тут поломка. Вот эта штука не фиксируется как бы здесь. Это вообще на изи можно починить, проклеив это чем-то или замотав изолентой. Если это подмотать, пылесос по-любому будет сосать ещё и получше. Плюс нужно будет почистить воздушный фильтр. Ну и, в общем, всё. Рабочий пылесос, который я оставлю себе в гараже, помоечка дарит чистоту. А ещё помоечка дарит прибыль. Так как данный пылесос на авито бушный стоит в районе 10 тысяч рублей. Просто песня, ребятушечки. Меня помоечка сегодня неплохо порадовала. Поеду искать находки дальше. Ну что-то тут мебели много. Но она вся удроченная, ребятушечки. Помоечки, я думаю, будет точно чем поживиться. Я уже вижу медные кобеля толстые. Обалдеть, тут сколько меди. Нихера себе. Медь-то примерно рублей по 600 за килограмм. Вот это она будет опаливать. Вон там ещё, короче, я полез. Вот это я не зря сюда приехал. Тут такой источник меди. О, тоже медь. Неплохо. Вот ещё заземление кабель медный. Опа. Баллон с краской, ребят, универсальная краска. Работает это, пишет она. Помоечка дарит краску акриловую. О, новые шланги. Их покупают. Запечатанные. О, помойка обувает. Да ну нахер. Видите, ребят, ни себе, ни людям. Выкинули ньюбелансы и взяли их порезали специально, чтобы никто их не носил. Вот не понимаю таких людей. Ну, блин, зачем так делать? Вообще бомбит, реально бомбит. Кроссовки-то нормальные, ещё можно было в них ходить. А их взяли и порезали. Тут, кстати, примерно меди грамм на 300. Такое я всегда беру. Медяшечка. Это деньги. Ой, кормилица. Крылышки, видите, раскрыла передо мной. Птичка моя кормящая. Ребята, вешалка. Вот эти штуки можно поснимать и продать на барахолке. О, сушилка для одежды. Ну, наверное, вся она поломанная. Почему её выкинули-то? Ну, так на вид вроде целая. Но у меня дома сушилка есть, поэтому брать не буду. А, всё, я понял её проблему. Тут вот эти штучки поотрывались. Я полезу в эту помоечку, потому что вот медные провода уже вижу. И вот там медный провод торчит из пакета. Вот. Вот пакет с проводами. Вот тут вынос с хаты, ребят. Какие-то ушки в виде такого типа. Это что, резинка на голову с ушками? Беру. Вот это мне не надо. Так, фен. Ну, фен классическая находка. Филлипс. Color Retriever на 1600 ватт нормально. Забираю целенький. Наверное, рабочий. А что тут за шкуры? Медвежьи? Нью-Йоркер. Это шубка. У ребятушки шубка. Нормальная вроде целая. Так, кэшбекеры есть в карманах. Это денежки. Надо проверять всегда. Ведь деньги могут быть. Не, ну денег нет. Ну, а шубка так-то целая. На продажу можно ее забрать. О, сетка для барбекю. Ну, она мне не нужна. О, во. Нифига, мне что-то на медяшку так везет. Вторая помойка, и в ней нахожу медные провода. Вот это пойдет на медяшечку у ребятушечки. О, о, о. О, нифига. Смотрите, какая-то сумка. Маскоты. Фирма дорогая, кстати. Сумка женская, красненькая такая. И в ней куча USB всяких кабелей. Забираю, что пригодятся. Я всегда USB кабеля беру. Это, кстати, зарядка для айпада, наверное. Кабеля это как расходный материал. Они мне всегда нужны. Проверять технику с помоечки. Ну, вот этот клатч я брать не буду. Какой-то весь кривой. Хотя, в принципе, он целый. Я думаю, на продажу пойдет. Фирма Маскот, она дорогая. Ох, вынос хаты. Алюминий. Уже вижу чехол от айфона. О, что-то тяжелое. Беспроводной Wi-Fi роутер. Есть он там? Ну, конечно же, есть у ребятушки. Netgear. Вот такой вот Wi-Fi роутер. Только блока питания нет. Опа. Чехол от старого Самсунга. Тройничок. О, сумка. Ребят, значки Шанель. Представляете, если это оригинал? Ну, никаких кодов я не вижу. Но по ощущениям она как кожаная. Возможно, это оригинальный Шанель. Ребят, реально. Я тут как бы шутки не шучу. Пахнет кожей, ребята. Забираю. Походу, я нашел оригинальную сумку Шанель в помоечке. О, а вот и блок питания от того Wi-Fi роутера. Ого, сколько тут трубочек. О, еще один фен. Неплохо, забираю. Тарелки. Так, это фарфор? Нет, зиг какой-то. Вот это треснутое. Похоже на фарфор, но они ушатанные. Пакет какой-то. Тяжелый, кстати. Кормик. Вот подушечки, ребятки. Кошачьи подушечки. С курицей и вкусными подушечками. Вискос. Так, до какого срока годности они? А, до марта 21-го. Не, не, не. Так, что в пакете? О, ребята. Телефоны. Это какой-то Xiaomi. Miai. Вот написано. Miai. Сканер отпечатка пальца. Битый экран. Старая модель какая-то. Его еще ковыряли, кстати, разбирали. Наверное, он точно не запустится. Miai. Redmi какой-то, наверное. Не стайпси, а со старой зарядовской. Зарядкой вот этой старой. Так, еще телефон. Lenovo. Вот, кстати, этот целый. И вид у него нормальный. Скорее всего, будет рабочий. Nokia какая-то кнопочная. Ух ты, нифига. Тут кнопки большие. Неплохая Nokia такая, интересная. Так, не включается. А Lenovo может включиться, кстати. Так, что еще здесь есть? О, Сонька. Сонька Xperia. Так, Lenovo не включается. А вот Сонька в защитной пленке. Если ее снять, экран будет вообще в идеале. Нифига. Тут такая линза здоровая. Сонька, может быть, тоже будет рабочая. Нужно проверять. Всякие зарядки. Вот крышка от Sony Ericsson какого-то древнего. А, ну вот они, кстати. Обалдеть. Это K530i Sony Ericsson. А это что за Сонька? А это Sony Ericsson W100i. Что, неплохо? Это вообще как коллекционные модели считаются. Ну, вот это точно. Вот это вот ХЗ. Но коллекционеры такое покупают. Вот блок питания. Ну, всякие блочки питания, кстати, к ним. Это очень хорошо. Вот к Соньке блок питания. И еще к Соньке тоже блок питания. Приду в гараж, буду Соньке проверять. Ну, и вот эти телефоны тоже проверю, вам покажу. Ну, вот эти, скорее всего, будут рабочие. А вот этот улетит на запчасти. Ну, черт его знает. Вдруг он тоже включится. ХЗ. Все, смотришь мой канал? Да, конечно. Да? Штребух, да? Да. О, яхси была. Ой, тут... О, нифига себе, ребят. Тысяча рублей разорванная в хлам. Да ладно, она настоящая, ребят. Штукарик-то настоящий. Ну, его взяли вот так разорвали. Блин, может взять его и попробовать в банк сдать? Как вы думаете, получится мне его в банк сдать или нет? Напишите в комментариях. Ну, это тысяча рублей настоящая. Ну, ее кто-то взял вот так провандалил, жестко разорвал. А, по-моему, походу, пожалел и склеил это все на скотч. Заберу в карман. Может, в банк зайду и попытаюсь сдать. Ну, думаю, не примут. Очень уж сильно она разорвана. Алюминиевые ложки. Вот это деду надо. Вот это алюминий. А бывают ложки даже серебряные. Кстати, вот это какая-то, возможно, даже серебряная. Хрен его знает. Или нержавейка. Короче, алюминиевые ложки возьму и вот эту на барахолочку тоже возьму. О, помойка обувает в ушатанные демиксы. Демиксы. О, еще! Это тоже демикс. Сороковой размер. Кстати, вот эти целые, эти я заберу на продажу. И вот еще демикс. Ребят, еще демиксы такие же. Помойка одевает, наверное, близняшек. Или я не знаю, как объяснить, почему я нашел две пары одинаковых демиксов. Сколько находок. Как я люблю такие сытные помойки, которые обувают, одевают и кормят. И все это сразу же в одной помоечке. Это мыльно-рыльное. Ребятки, мыльно-рыльное. Анти-йеллоу эффект. Шампунь серебристый. Вот это выводить, вот эту желтизну скрашенных волос. Неплохой тоник, кстати. Когда-то себе такой покупал. Дорогой падла, блин. Блэк-маск для лица, ребят. Маска-пенка для лица. Активированный уголь. Беру. Эффект контурной рекоррекции лица. Супер лифтинг. Ночная волшебная маска для лица несмываемая. Интересно, забираю. Буду тестировать. Опа. А вот это уже интересно, ребятки. Оукнеард. Спирит-дринк. Американ Оак. Ориджинал Оакнер. Это текила, наверное, какая-то или виски. В общем, заберу в мой алкобар в гараж. А это что? Так это пеленки, ребят. Обалдеть, сколько их. Они новые. Это детские пеленки, походу. Да. Огромные просто. И чистые новые. Пеленки, впитывающие медицинские для ухода за лежачими больными. Одноразовые. Прюстись, Катька, ребятушечки, забираю. Целый пакет их. Тут 30 штук. Ой, сытная кормилица. О, колонки. И сюда. Колоночки для компудактера. Опа. Вот такие вот. А что, они вообще как новые. Целенькие такие. Со встроенным, конечно же, питанием. Ну, там что-то внутри. Слышите? Тарахтит. О, видимо, ее разбирали. Короче, понятно. Нерабочие по-любому. На барахолке купят рублей за 100 в таком виде. Забираю. Здесь какая-то электроника. Я, правда, не знаю, что это. Что это, ребят, такое? Это в трубы куда-то вкручивается. Помпа какая-то. Насос водяной, походу. Фильтр. Я не знаю, что это. Может, это какой-то, знаете, типа бойлер, который воду нагревает. Он сгорел. Его выкинули. О, монитор. Просто сказка. Ну, и только он древний. Видите, написано БЭТ. Видимо, он поломанный. Брать не буду. Его чисто на металл столько сдавать. Тут еще ВГА-разъем древний. Ох, пицца. Да. И пицца, кстати, ребят, походу свежая. Да, мягенькая. Ее только погреть. Вот эту корку я выкину, а пиццу заберу домой и погрею. Вообще будет кайф. Или в гараже перекушу. Ну, в общем, я вам покажу, какова она на вкус. Но помоечка кормит это, как обычно. Я в очередной раз решил расхитить мусоросборную камеру. Ведь у меня есть ключик от нее. Ребятушечки. Вот да. Вот это мир находок. Тут будет чем пошивиться по-любому. Потому что сюда конкуренты не заходят. Ведь конкурентам сюда не попасть. Ключ им нужен. А у меня ключик есть. Опа. Ребятки. Ой. Ой. Ой, находки. Ой, находки. Сюда. Ребятушечки. Вы нас с хаты. Обалдеть. Обалдеть. Это типа битс аудио наушники. Только, видимо, не оригинальные. Но в целом вид у них нормальный. Вот битс аудио. Они что еще беспроводные? Ну, пытаюсь включить. Что-то ничего не загорается. Индикация же должна гореть какая-то. В целом неплохие наушники. О, презервуар. У ребятушечки японский. Ого, еще. Помоечка дарит сексу, ребятки. Смотрите сколько. Раз, два, три, шесть презервуаров. О, вот в эту коробку буду впиливать. Судя по количеству наполнения в этом пакете, тут есть чем поживиться. Смотрите. Паста для моделирования. Отвердевшая на воздухе. Тиракатановая. Без сахара. Это, то есть, несъедобное что-то, но это для школы сертифицировано. Это лепить что-то. Вот наушники кто-то покупал. За пять тысяч рублей, кстати. О, так тут смотрите, что осталось. Наклейка. Вот осталось. Битс аудио. Оригинальная. И эти амбрашюры еще. Смотрите, пачечка запечатанной резиночки, амбрашюры. Что это тут? Краситель универсальный для ручной машинной окраски. Вот. Краситель, смотрите. Но мне он не нужен. Что мне... Что мне красить? Когда я мобилу нашел, ребятушечки. Samsung. Это что за модель? Битый экран у него. Какой-то он странный, реально. Он еще кривой слегка. Знаете, почему он странный? Потому что у него линзы на камерях. Вот маленькие. Это, скорее всего, подделка какая-то. Так, пытаюсь включить. Экран по-любому под замену. Но он не включается, ребятки. Type-C уже, офигеть. Он современный. Пусть это даже и не оригинал, но он хотя бы на Type-C. Это уже кайф. Здесь сканер отпечатка пальца, видимо. Две камеры. Но линзы маленькие. Короче, принесу в гараж, буду проверять. А так пока непонятно, что это. Но уже неплохо, ребят. О, еще один презервуар. Ох, ребятки. Айпадик. Наушники. Это вот эти, битс-аудио. Вот от чего вот эти наклейки. Айпад. Презервативы. Ребята. Балдеж. Айпад 64 гигабайта. Представляете, если он сейчас включится. Вот это будет сказка. Так, держу кнопку на включение. Обожаю технику Apple находить. Ну, самое печальное, что она всегда или не работает, или под iCloud'ами, под паролями. Он не включается. ХЗ, что с ним? Может батарея сдохшая или просто зарядить надо? Обалденно. Неплохо, ребят, неплохо. И все в одном пакете. Так, здесь у нас AirPods'ы с лайтингом. И точно оригинальные. Вот сейчас проверим. Да, да. Вот здесь на проводе написано Apple Bessign de California. Оригинальные AirPods'ы. Надеюсь, рабочие. С лайтингом. Это уже хорошо. Они дороже стоят. Такие рублей за 800 можно на Авито продать. Но вот эти, ребят, наушники. Это уже будет подороже. Кстати, они заряжаются от айфоновского кабеля. Bits Audio. Скорее всего, оригинальные Bits Audio вакуумные. Обалдеть, беспроводные, короче. Так, как их включить? Вот кнопка. Сейчас попробуем. Какие-то они в каком-то жиру, блин, зарыганные. Ребят, представляете, если рабочие, будет вообще балдеж. Я их в сюрприз бокс положу. Потому что мне беспроводные наушники не нужны. Но если они рабочие и два уха работают, охота их протестить будет. О, нифига, они еще магнитные. Смотрите, они вот так, оп, магнитятся. Видите? Прикольно. Так вот, от них коробка получается. Спасибо тебе за все. Ха, для тебя. Ребят, это открытка прямо от помоечки. Так, теперь надо как-то гладилку оттуда извлечь. Думаю, дворник не обеднеет. Ну вот, я и в гараже у ребятушечки. И перед тем, как проверять электронику на работоспособность, я решил перекусить. И разложил вот эту изумительную пиццу с помоечки на картонке. Закину вот в этот стерилизатор, хавчик и буду прогревать. Ох, пицца-ка так погрелась и очень горяченькая. Помойка радует, ребят, сильно. В общем, попроверял телефоны. Вот этот телефон дохлый. Вот этот телефон включается и виснет на этапе загрузки. Вот этот телефон тоже дохлый, не включается. Вот этот, казалось бы, оригинальный Samsung оказался нифига не оригинальным. Маленькие вот линзочки у камер. Это подделка. И он, к сожалению, еще и с разбитым экраном и картинку вообще нормально не показывает. Но функционирует. Если экран поменять, то можно им пользоваться. Но я не понимаю, зачем. Ведь это не оригинальный Samsung. И на что я очень сильно возлагал надежды, так это на вот этот iPad. Но мои надежды разбились. Ведь он не включается. Экран у него целый. Можно продать на запчасти. Но вот не загружается он почему-то. Экран у него моргает. Но вы, наверное, это даже не заметите. Потому что это еле видно. И он как бы не стартует. Ну, в принципе, я знаю, что мне с ним делать. Точно не восстанавливать. Потому что это древний iPad. Кстати, на 64 гига. Я его просто продам на запчасти. Вот и все. Экран тут как минимум целый. И стоит, ну, хоть немножко, но денег. Телефоны не порадовали. Планшеты iPad не порадовали. Но хоть пицца порадовала у ребятки. Помойка если не дарит гаджеты, так кормит. А еще я возлагал надежды на вот этот Xiaomi. Но когда его ставишь на зарядку, не происходит вообще ничего. Даже никакие индикаторы не горят. Скорее всего, ему просто жопа полнейшая. Потому что батарея, покусанная мышами. Или я не знаю, что с ней. Но она вся. Но она вся в каких-то дырках. Короче, придется продать этот телефон на запчасти. А еще меня из последних находочек радует вот эта вот RGB лента. Которая моргает и с мозгами. Она работает у ребятушечки. Но, к сожалению, в комплекте не было пульта. Но у меня вот валяется тут какой-то пульт. И возможно он к ней подойдет. Ну, к этой RGB ленте он не подходит, к сожалению. У ребятушечки вот этот телефон работает. Но он просит, чтобы я в него вставил сим-карту. Этот телефон, напоминаю, это Sony Elexon K530i. Легендарный аппарат. И, кстати, рабочий. На удивление. Но батарея в нем дохлая. Он пишет, что он полностью заряжен. Хотя я так не думаю. Потому что он постоял всего лишь минут 5 на зарядке. Ну, в общем, пользоваться можно. Но ушатанный в хлам корпус. В нем даже есть флешечка у ребятушечки. Оу, ступит. Флешечка Memory Stick M.2 на 512 мегабайт. Все, минус флешка, но телефон работает. Вроде бы как. А уже не работает. Короче, полетит на барахолочку. Легендарный аппарат, которому нет никаких вот альтернатив на сегодняшний день. Ну, а вот это итоговая сумма заработка моего с помоечки. В целом сумма приличная. Ауф, ребятушечки. Вот этот волк вообще топовый. Это волк Ауф 3D. Поэтому помоечка меня несказочно обогатит и радует. Спасибо за просмотр данного видеоматериала. Поддержите мой канал. И перейдите по ссылке в описании. И скачайте топовую игру Raid Shadow Legends. Она будет неплохая вообще. Вот в описании ссылочка. Ну и встретимся в следующих видосах, ребятки.